Мы стали объяснять, что я слепая Если ты слепая, ты должна сидеть дома Кричала я же мать из Петербурга, пока била телефоном по голове незрячую женщину, задевшую тростью ее 8-летнюю дочь Невероятно? Невозможно? Эта история произошла в Петербурге, и как говорит пострадавшая, все сообщество незрячих откликнулось с мольбой не бросать дело и идти до конца Оказалось, что слепые по всей России сталкиваются с жестоким обращением ежедневно Когда мы стали объяснять, что я слепая, и моя помощница говорит, что женщина не видит, она незрячая А мне все равно, если ты слепая, значит ты должна сидеть дома, а вы тут шляетесь со своими псинами, со своими палками Пострадавшая Виктория Зырянова, директор Центра по подготовке собак-поводырей И в тот день она возвращалась с мероприятия для школьников Причем с мероприятия по доброте и толерантности С ней были две собаки и помощница, а по дороге обратно ее настигла нетолерантная Ольга Сзади подбегает эта разъяренная женщина И через слово мат кричит Вы ударили по ноге палкой моего ребенка Вот я обернулась, опешила, слушайте, я не могла ударить, в принципе, извините, я слепая, я не вижу просто, может быть я задела Нет, специально ударила, я это видела В момент разногласий подъехал троллейбус Виктория поспешила закончить некрасивую сцену Дала собаке команду двери и ступила на подножку В этот момент я слышу сзади крик одновременно детский Такой истошный совершенно Мама не надо, мама не надо И крик вот этой дамы Вот тебе на что бы ты запомнила И в этот момент начинаются удары по голове И я не поняла даже на самом деле сначала что происходит Меня отшатнуло назад А эта женщина, она продолжает кричать Я стою держась за голову, что дикая головная боль Мгновенная просто Вот ты придуряешься Ну в общем вот и так далее с матом Результат у Виктории закрытая черепно-мозговая травма Это стало известно уже в скорой На место вызвали ее и полицию Которой, кстати, Ольга прямо так и заявила Маленько проучила эту слепую На допросе ее версия звучала так Стояла с ребенком на остановке Мимо проходила женщина с тростью Толкнула палкой ребенка Ребенок стал падать Ольга стала дочь ловить И якобы выронила телефон на голову слепой женщины Так вот неаккуратно получилось На черепно-мозговую Хотя после разговора Ольге с нашим корреспондентом В версию о случайности верится с трудом Не потому что она слепая Потому что она толкается И в ответ на это Когда я сказала Какой позиний Она мне хамила А как она вам хамила? Не важно Будет суд Официально узнает У нее все в полиции Была все У нее все данные А по сведениям наших коллег У полиции есть и другие данные На Ольгу Агрессия Ее любимый способ решать вопросы Понимаю, у меня там Что-то с головой Что-то с головой Мать свою убила Тут на лессе Я вызывала лично полицию У меня что-то с головой Девочку все время Свою дочку бьет Два часа ночи Она там ее бьет Я все время стучу Чтобы она Ну, ребенок Плак А полицию тоже вызывали, да? Вызывала В этой истории вообще Много нюансов Которые стоит учесть Виктория Незрячий человек Не с рождения Она потеряла зрение В 30 лет А до этого Видела мир Как мы с вами Как Ольга Работала реставратором Икон, но от этой профессии Пришлось отказаться Виктория начала усиленно учиться И стала кинологом Со своим центром подготовки Собак-помощников И несмотря на очевидный Профессиональный успех И социальную активность Горожане регулярно Спешат ей напомнить О том, что она должна Запереться дома И не мешать им Жить свою Нормальную жизнь Это был уже не первый случай Грубости и агрессии В ее адрес Каждый раз Ты не понимаешь За что это происходит Потому что вроде бы Ты стараешься Помогать людям И нести какие-то Доброе вечное В мир А получаешь вот так Что в итоге? Прокуратура проводит проверку Полиция завела Уголовное дело По статье по бою Незрячие массово Пишут Виктории Иди до конца Честно говоря Я была в шоке Когда она рассказала Что со слепыми По всей России До сих пор Вот прямо сейчас Обращаются грубо Брезгливо Хамят И считают нормальным Их ударить Как это победить? Мы в редакции обсуждали И не поняли Что делать С такой духовной слепотой И лечится ли это Возможно Вы нам подскажете И как вы реагируете Когда вам встречается Незрячий человек С белой тростью Обсудим в комментариях Обсудим в комментариях Субтитры сделал DimaTorzok